Привет, друзья! Сегодня мы обсудим такой феномен, как эго-создателя. Ну, по крайней мере, так я для себя его назвал. Очень часто бывает, когда мы что-то делаем, совершаем какие-то проекты, работаем над чем-то очень значимым, и мы любим такие фразы, как «Я сам этого достиг», «Я сам это сделал». Или, например, родители «Ох, мой ребенок такой умный, она такая вообще идеальная, гениальная, она сама всему научилась, вот учителя не помогали, вот она сама, вот прорвалась, вот просто шикарный ребенок». Мы любим очень эти фразы, и нам кажется, что чем менее людей нам помогали, и чем вот мы вот сами практически это сделали, тем мы круче, вот чувствуем, что вот такие мощные становимся. Нам не очень хочется внутри, чтобы нам кто-то помогал. Почему? Потому что каждому пока что хочется, чтобы наше эго, когда реализовалось, что вот мы такие крутые, то есть нам не хватает любви. И из-за этой причины, по этой причине нам хочется вот, чтобы все обратили на нас внимание, чтобы всем показать, что это я сделал сам. В этом видео мы коротко поговорим про то, является ли это правдой, что человек может научиться чему-то сам, какой между этим баланс. Ну, в общем, давайте разберем на примерах. Итак, начнем. Для примера я взял самый такой визуализируемый, такую ситуацию, как игра на гитаре. Допустим, у вас была мечта, вы хотите играть на гитаре, и первое, что вы делаете, вам нужно приобрести этот инструмент. Поэтому, какие наши действия? Мы идем в магазин, общаемся с консультантами, смотрим видео в интернете, читаем некоторые статьи, достаем наших друзей, тех, кто умеет уже играть на гитаре. То есть мы максимально пытаемся узнать информацию. И что тут получается? Что мы уже начинаем процесс обучения, потому что мы становимся учениками, то есть тот элемент, который получает информацию. И мы требуем много учителей. Учителя – это любые объекты, предметы, живые люди или явления, которые передают информацию. То есть мы уже не можем даже на самом первом этапе ничего сделать сами, потому что мы у кого-то ищем эту информацию. То есть это учитель. Не важно, вы подходите к учителю, платите ему деньги, или это делаете бесплатно. Вы тоже самое, вы не сами придумали гитару, вы не сами ее сделали, вы не сами ее на заводе там все, струнки повесили. Вы это не делали сами, вы это приобрели. То есть вы воспользовались тем и той информацией, и тем материальным ресурсом, который уже кто-то до вас сделал. То есть здесь вы ничего не сделали сами, по сути, вообще. Теперь идем на пункт 2. Пункт 2 – это технологический такой. То есть это некая информация, принципиальность обучения. Окей, мы взяли гитару, мы купили красотка такая вся гладенькая, новенькая, там заплатили денежку, и теперь нам нужно научиться. И когда мы начинаем играть на гитарах, тут же не просто струны висят, да? Тут есть некая логика, некие принципы музыки, некие фундаментальные принципы, некое сальфеджио, которое вам надо научиться играть, некая тут вот вся гармония. То есть это тоже кто-то придумал, это тоже кто-то вам покажет. Все аккорды, ноты, неважно, как вы учитесь играть, кто-то до вас уже составил, написал, додумался, потратил очень много лет, и десятки, и сотни лет. И вы просто банально, как ученик, воспользовались этой информацией бесплатно или платно. То есть вы тут ничего сами не сделали, вы ничего сами не придумали. И вы учитесь играть. И третий момент – это исполнительный. Вот здесь уже тот момент, когда ученик может проявить наиболее количество своей какой-то силы, внутренней энергии, потому что нам нужна усидчивость, нам нужно разбираться, нам нужно креативить, нам нужно стараться, нам нужно просто уделять этому внимание. И тем не менее, мы это все делаем сами, иначе обучение – это всегда, когда мы что-то тратим. Мы делаем сами, но тем не менее нам нужна оценка. Вы всегда кому-то показываете. «Зацени, дружище, как я играю, прикольно или нет? Подправь меня». Вы всегда обращайтесь к другу, показывайте, играйте родителям, играйте друзьям, близким, чтобы они оценили. Снова же они для вас выступают как кто? Как учитель. То есть они вам дают некую информацию. На этой информации вы учитесь, поэтому вы можете себя подправить и стать лучше. Дальше, соответственно, мы можем просто слушать оригиналы и тоже сравнивать. Мы снова же учимся. То есть технически ни на каком из этапов вы ничего не делаете сами. Вы всегда используете учителя в любом из этих вариантов, как это может быть предмет, явление или непосредственно сам человек, носитель информации. И так как вывод, вы никогда ничего не делаете сами, ни я, ни вы, и все, что мы достигаем, мы достигаем благодаря уже неким заслугам, которые были сделаны до нас. Мы просто берем их, как-то переформатируем и выдаем. Но говоря, что мы это сделали сами или мой ребенок, это будет очень большой ошибкой. Во-первых, это может быть не очень красиво или благородно по отношению к тем ребятам, которые до вас все это сделали и вам просто преподнесли это. Во-вторых, это плохо для нас, как для самих учеников, потому что чем больше мы начинаем гордиться тем, что мы делали, то есть именно вас гордиться, то есть мы ставим себя выше других. Вот я сам, а ты просто мелочь пузатая, ты там, помогали тебе, тем хуже мы становимся как ученики. Мы тогда, нам сложнее быть системными игроками, нам сложнее у кого-то что-то попросить, нам сложнее показать наши ошибки, потому что наше эго начинает расти, и нам уже не хочется думать, что кто-то там подумает, ага, ты это не сам сделал, ты у кого-то спросил. Это все, как говорит одна знакомая, это все от лукавого. Поэтому такие вещи лучше не допускать в своем обучении и просто расслабиться, как на волнах, как серфер, просто волны запускает море, мы наслаждаемся и получаем некий результат для себя, как для ученика. Я думаю, на этом все. Я буду это продолжать еще, думаю, много раз в разных форматах. Также вы можете скачать разные статьи у меня на сайте, их распечатать, или просто ждать следующих видео. Всем хорошего обучения, меньше нам эго, их классного дня.